Приветствую вас, Марина. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь, на что бы я мог обратить ваше внимание с точки зрения психологии, это на то, что почему-то вы решили нарушить личные границы своего сына и как бы войти в его личное пространство, да? Вот, то есть почему-то у вас, видимо, здесь есть какая-то некоторая проблематика, связанная с доверием. Вот. Как правило, подобно так или иначе связано с тревогой, с тревожностью. Вот. И тревожность здесь, скорее всего, ваша. И, соответственно, ваша тревожность вполне может передаваться сыну. И, как результат, соответственно, вызывать специфические реакции, специфические действия как с вашей, так и с его стороны. Поэтому проблематика здесь заключается в первую очередь в отсутствии доверия между вами. И, соответственно, двигаться нужно в этом направлении. Это первое. Второе. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вы особо указываете на отсутствие мужской фигуры в жизни ребенка. На бытовом уровне. На бытовом уровне. Это, конечно, встречается достаточно часто. Когда мать воспитывает ребенка одна и, соответственно, мужчины нет. Но на психологическом уровне я бы сказал, что это, скорее, нежелание или страх допускать мужскую фигуру в, собственно, свое, допустим, окружение или в, так сказать, близкий круг. Потому что всегда есть друзья, всегда есть родственники, всегда есть знакомые. И я думаю, что вам, как женщине, мужчине тоже не был бы совсем уж бесполезен. Вот. Кроме того, новые отношения вы могли бы построить с кем-то, если с отцом ребенка не сложилось, да? Вот. И, соответственно, это уже больше вопрос к вам. Я думаю, что можно, конечно, делать акцент на ребенке, на его проблематике. Но опыт и практика показывают, что проблема детей – это их родители. Это проблема их родителей. И мне кажется, что если вы, правда, хотите помочь своему ребенку не, вот как вы говорите, стать кем-то, а помочь своему ребенку максимально гармонично ощущать себя и максимально гармонично взаимодействовать с окружающим миром, вот, то я думаю, что вам нужно обратить внимание на свои сложности. И в первую очередь озаботиться, первое – доверием. Второе – это вот привлечение мужской фигуры. Третье, чем важно озаботиться – это, возможно, демонстрации своему сыну некой такой ответственности, личной ответственности за себя, за свою жизнь и за вас. То есть по сути демонстрации ребенку того, что он мужчина. Потому что он, да, он может быть подросток, и это безусловно так, но он уже и мужчина тоже. И, как бы, это вносит, на мой взгляд, определенные коррективы. То есть ему уже не 5 лет, да, ему, как бы, 12 – это возраст более чем адекватный для того, чтобы позволять ребенку брать на себя ответ. Конечно, есть вопросы и по развитию ребенка, вот, есть вопросы по реализованности ребенка, по реализуемости им его потенциала, его интересов, его, ну, каких-то важных, может быть, аспектов, вот. Например, ну, допустим, касающихся интересов, касающихся увлечений, вот, касающихся предпочтений, ну, таких вот. Если мы говорим, да, например, ну, его определенных взглядов, его определенных позиций, вот, и, соответственно, на мой взгляд, это является важным. Что касается того, чтобы поговорить, если разговаривать, то, пожалуй, про то, чего человеку не хватало, а не про то, что, извините, вы нарушили его личные границы, нарушили его личное пространство и, значит, ну, по сути, нанесли ему травму. Вот. Ну, говоря о том, что вы нанесли ему травму, я имею в виду то, что если человек узнает о том, что вы это сделаете, то, скорее всего, доверие между вами будет разрушено, он еще больше в себе закроется. Вот. А в лучшем случае все это перерастет в открытую конфронтацию, да, вот, в открытое такое противостояние. Я не думаю, что вам это нужно, я не думаю, что вы этого хотите, вот, поэтому здесь, как мне кажется, нужно быть, ну, вот, предельно аккурат. И, да, конечно, говорить о каких-то вещах можно и нужно, вот. Ну, вопрос, на мой взгляд, в том, о чем и как вы будете говорить, да? То есть, иными словами, говорить о форме, а форма это как раз вот то, что человек делает и то, как человек делает. Это и есть форма. Мне кажется, что движение в этом направлении, это тупиковая, тупиковая вещь. Потому что худшее, 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 что вы можете сделать, это заострить, зафиксировать внимание вашего ребенка на каких-то моментах, и, ну, позиционируя шпопа как запретное, позиционируя что-то как неприемлемое. Вот, а, значит, дать ему мотивацию к тому, чтобы это стараться преследовать. Потому что не секрет, что многие, многие дети, а, значит, фиксируются на чем-то, вот, в том числе, если мы говорим, например, про алкоголь, если мы говорим, например, про, про... Другие формы деструктивного поведения. Вот, не секрет, что эти моменты появляются именно по той вот причине, что родители заостряют на этом свое внимание. Вот. И, собственно говоря, фиксируют внимание ребенка на вот этих аспектах. Ничего хорошего из этого не получают. Как правило. Как правило, ничего. Потому что у ребенка возникают контры, особенно если это подросток, у ребенка возникают контры, то есть, ну, противодействия, противоречия, вот, желание... Желание, ну, сопротивляться, вот. И, соответственно, действия принимают, ну, условно говоря, обратный эффект. То есть, хотели одного, получилось вот немножко другое. Поэтому, повторюсь, очень, очень важно, чтобы вы... Да. Поговорили... Поговорили с... Своим ребенком. Но важно именно то, о чем вы им будете говорить. Потому что... И то, как вы будете говорить. Опять же, опыт и практика показывают, что любое морализаборство, если, ну, если вот человек воспринимает какие-то вещи, как морализаборство, вот, то он... Это... Это... Довольно... Ну, достаточно легко... Перерастает в... Шпит. Вот. Но эффекта... 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 От этого очень мало. Вот. Потому что... Да, это может ограничивать. Это можно, безусловно, внешне... Как-то корректировать. Вот. Вот. Ну, а это видимость, потому что... Ключевые особенности... Ключевые... Моменты, скажем так... Они не решаются. То есть не решается, например, вопрос тревожности человека, не решается вопрос желаний человека, не решается вопрос осознавания человека. Того, кто он? Того, какой он? Эти все вопросы, к сожалению, остаются без решения. Обратите внимание, пожалуйста, я это говорю вам и надеюсь, что вы относитесь к этому с определенным пониманием. Обратите внимание, что вы интересуетесь тем, в основном, что, ну, морально странно. То есть мой ребенок, там, какой-то не такой, у него какие-то интересы, вот. Но это форма, это форма. Сейчас это просто форма, это совершенно очевидно еще не патология. Но если фиксировать на этом внимание, если как-то это обесценивать, если сопрягать подобный интерес с, допустим, травматичностью, вот. С осуждением, с обесцениванием, то вполне вероятно, что это перерастет в, как раз таки, патологию. Потому что это будет подавляться и вытесняться. То есть оно, по сути, привлекательное, чисто вот, такая внутренняя личностная будет расти. Просто потому, что так устроена психика наша. Вот. Поэтому крайне важно раскрывать именно проблематику. И по возможности помогать человеку, ну вот, маленькому человеку, да, по возможности помогать себя осознавать. Осознавать свои трудности, осознавать свои конфликты, вот, осознавать свои потребности. Замечать и стараться, ну, не купировать, это, наверное, не совсем такое вот корректное слово. Не купировать, но стараться замещать, может быть, возмещать, может быть, ребенку те аспекты, которые у него не, ну, должным образом не реализуются. Вот. То есть это очень такой важный момент. При этом, при этом, не менее важным аспектом является элемент ваших собственных чувств. То есть, ну, мы здесь, как бы, говорим о, по факту, да, мы говорим о том, что вы, чтобы, чтобы вы не игнорировали свои чувства, чтобы вы были, чтобы вы старались, например, Например, своим ребёнком быть максимально искренней, открытой, да, и выстраивать доверительные отношения с ним, вот. А это возможно только если вы знаете свои чувства, знаете себя, если вы знаете, вот, ну, какие-то свои особенности, если вы замечаете свои особенности, если вы, ну как мне кажется, чувствуете свои особенности и позволяете им своим особенностям быть, быть в контакте с ребёнком. Если вы воспитываете, как вот вы говорите, его одна, то вполне вероятно, хотя это и не факт, но вполне вероятно, что вы чувствуете гиперответственность, что за него вы стараетесь быть хорошей мамой, потому что у вас может быть чувство вины по отношению к нему. Ну, по разным причинам это чувство вины может возникать. Вот, не так важно, не так важно сейчас. Есть оно или нет, да, насколько точнее оно выражено, но я думаю, что вот это вот ощущение, что вы одна, не позволяет вам в какой-то степени чувствовать себя свободно. Вот, то есть, ну, то есть, то есть вполне может присутствовать такое вот напряжение. Вот, и напряжение это может передаваться вашему ребёнку. Вот, я не думаю, опять же, я не думаю, что это то, чего вы хотите. Вот. С другой стороны, я и не знаю, чего вы хотите. В том смысле, что такой информации у меня нет, о том, чего вы хотите. И, может быть, имело бы смысл вам спросить, да, чего вы хотите. Вот, и увидеть, 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 как это можно реализовать, и как фактически вы это реализуете. Вот. Ну, на мой взгляд, это крайне важно, чтобы не скатываться вот в такие моменты. Вот вы говорите, да, нам, к пример, решила проверить, да? Ну, а как вы к этому пришли? Как вы пришли к тому, что вот решили проверить? Ну, не просто так. Вот. То есть, там было что-то ещё, скорее всего. Скорее всего, там было что-то ещё. Скорее всего, там уже были какие-то вот моменты, которые, ну, скорее всего, вас привозили, скорее всего, вас как-то вот беспокоили, ну, вы вот с этим справляетесь. Это вот, ну, может быть, единственным способом, единственным способом, который выясняется, да? Вот. Ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, что это можно, как бы, ну, скоррелировать с тем, что, например, у вас не сложились отношения с мужем. Ну, или, или не муж, если это, ну, отец ребенка, да? То есть, вот, у вас с ним отношения не сложились. Я признал, муж с не муж. Вот. Вы об этом ничего не говорите. Это тоже важно. Потому что, вот, например, привозному человеку сложнее справить отношения с людьми. Потому что привозный человек склонен вот какие-то вещи надумывать, какие-то вещи человек склонен додумывать, вот, и какие-то вещи безусловно оказываются верными, но энергии оттратятся гораздо больше, чем чем фактически обстоятельства того требуют. Поэтому в первую очередь решать нужно вам мне кажется проблем своей собственной тревоги и своих собственных страхов и переживаний. Вот. И уже дальше, уже потом, уже после этого можно говорить про выстраивание взаимодействия с ребенком так, чтобы оно его еще больше не травмировало. Вот. Вот, наверное, какой-то такой ответ я хотел бы вам дать. Вот. Какой-то вот такой ответ мне кажется будет здесь наиболее уместно уместно вот, чтобы постараться максимально учесть и ваши интересы и интересы ребенка, но все же придерживаться какой-то вот причинно-следственной связи вот и не упускать виду как и что и с чего образуется вот, как и с чего и с чего получается. Потому что все-таки если упустить связь, причинно-следственную связь, если упустить, если мы упустим это, то могут быть сложности еще больше, более серьезные, чем то, что есть сначала. К сожалению. Поэтому мне кажется, что очень важно на эти вещи вам обратить свое внимание и воспринять то, что происходит с вашим ценом, как некий результат вследствие развития собственной проблематики. А может быть это нелегко. А может быть это больно и в каких-то моментах это неприятно. Может быть это рискует стать для вас чувством вины, что ну вот ощущением, что вы виноваты. Но если это пак, то это элизия, потому что именно вина здесь не имеет такого решающего значения, вот, потому что мы все хотим как лучше получаем это у нас не всегда, к сожалению. Но это позволяет нам растить. Вот. Ваши опасения насчет своего ребенка более чем понятны, более чем очевидны, Вот. И ни в коем случае я не хотел бы обесценивать то, что вас волнует. Но хотел бы обратить внимание на вещи, которые в них кажутся очень важны. и без которых по моему мнению невозможно двигаться дальше. То есть вот эти вещи вот как раз то, что я говорил относительно. ваших взаимоотношений с ребенком эти вещи мне кажется нужно учитывать. Если мы хотим действительно вам помочь. И крайне важно видеть проблематику не только в ребенка, но и в себе. Вот. И работать, если работать, то работать в первую очередь с собой. И только потом уже в ребенке. мне кажется, что это лучшее, что вы можете сделать для себя и для своего сыра. Опять же, если мы говорим в рамках реальной какой-то вот помощи, опять же, если мы говорим в рамках реальных действий. Да? Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Надеюсь, что дал вам определенную пищу для размышлений. Надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. И очень надеюсь, что выберете себе психолога для психотерапии, которая нужна вам. Ребенку, именно ребенку, да, психотерапевтическая помощь возможно, но в рамках я бы сказал такого, знаете, больше содружества. То есть, только если он хочет сам и только если это не будет что-то такое директивное. То есть, я бы рекомендовал клиенту центрированную терапию. этот вариант терапии очень хорошо подходит именно для подростков. Понятно, понятно, что есть нюансы, нюансы есть всегда, да, абсолютно нормально, и что в реальности, ну, именно вот, именно в реальности может быть все по-другому. То есть, в реальности я могу быть в каких-то или во многих вещах не прав, вот, и, вероятно, где-то вы со мной захотите не согласиться, вот, я это понимаю и совершенно спокойно к этому отношусь, вот, но мне бы хотелось, чтобы вы постарались обратить внимание обратить в себя, обратить в себя в первую очередь то, что я говорю, не торопиться, не спешить, от этого отказываться, потому что отказаться легко, упустить возможность, ситуацию поправить, как бы, это очень легко сделать, вот, гораздо сложнее принять какую-то, на первый взгляд, неудобную информацию, вот, и допустить хотя бы на секунду, что какая-то часть этой информации может быть вполне реальной из наших. Пожалуй, я бы наверное хотел бы на всякий случай уточнить, что не говорю о том, что вы должны как-то принимать, если это против вашей природы, и поддерживать какие-то увлечения вашего сына, вот, но важно понимать всю картину целиком, а не видеть ее часть. Сейчас мне кажется, вы видите именно ее часть, а именно то, что ваш сын делает что-то, что вам ошибается чем-то неприемлемым, чем-то аморальным, вот, и вам этот вопрос. Я вас понимаю, но как бы ситуация и дело это не меня спасительник никак. Никак. Потому что, ну, вы можете себя изводить, да, как бы, можете рушить отношения со своим сыном, но эффект, результат от этого ну, будет вполне вероятно неудовлетворительно. То есть, вот, с большей долей вероятности это работает так. На этом все. Удачи вам. Желаю всего вам самого доброго. Мужества вам, терпения, смелости. Вот. Удачи. Радости. . . Продолжение следует...